В таком доме в центре Москвы и простая больница Не может быть, удивляются непосвященные Действительно, в монументальном здании на Страстном бульваре Сегодня находится обычная городская больница Но в старой Москве это был один из самых богатых и знатных столичных домов Монументальное здание в стиле русского классицизма С двенадцатиколонным портиком Памятник зодчества конца XVIII века Это бывший дворец князей Гагариных В 1716 году его построили по заказу князя Богдана Ивановича Гагарина Семья была богатая и многочисленная И строительство князь затеял масштабное Высокие флигели, дворовые строения А располагался дворец среди большого парка С беседками, прудами и фонтанами Сегодня от былого великолепия не осталось и следа Семья Гагариных владела усадьбой более ста лет В начале XIX века здесь находился неоднократно менявший помещение Аристократический английский клуб Дом вошел в русскую литературу В 1806 году в клубе состоялось честование героя Шенграбинского сражения князя Багратиона Сражение это впоследствии было описано Львом Толстым В романе «Война и мир» Во время французского нашествия в доме размещался штаб Главного интенданта Наполеоновской армии В этом здании побывал известный французский писатель Стендаль Служивший в то время интендантом армии Наполеона Восторгаясь архитектурой московских дворцов Он так отзывался об английском клубе В Париже нет ни одного, который мог бы с ним сравниться Позднее в письме сестре Стендаль писал «Москва, город до сего времени неизвестной Европе Имела от 600 до 800 дворцов, красота которых превосходит все, что знает Париж» Тем не менее французские солдаты Не разделили восторга своего соотечественника И отступая из Москвы, сожгли особняк Он был восстановлен в 1826 году известным архитектором Осипом Бове Здание утратило классические черты и приобрело ампирный стиль В 1833 году усадьба на Страстном отошла к городской казне Сюда была переведена знаменитая Екатерининская больница Она стала клинической больницей медицинского факультета Московского университета Здесь проходил студенческую практику Антон Чехов А также очень популярной городской больницей В ней работал доктор Федор Иноземцев, сделавший первую в России операцию под наркозом Екатерининская больница стала первой в Москве больницей, где лечили людей из низших сословий В скором времени в бывшей усадьбе князей Гагаринах на Страстном бульваре Столичные власти планируют открыть главный в Москве дворец бракосочетания В новом ЗАГСе регистрировать браки будут в нескольких залах В интерьерах, стилизованных под XIX век Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова